Итак, солдат у нас вроде как более-менее трейсен. Всё по частям. Можем в этом убедиться. Немножко его пошевелить даже. Ну, в общем, всё на месте. Теперь можно приступать к наложению теней. Для этого вот у нас набросок. На нём обозначены тени. Тени точно так же накладываются в привязке к соответствующей части. То есть, например, мы должны наложить тени здесь. Мы сюда щелкаем, чтобы попасть в нужную область стикмана. И вот сюда именно поверх и накладываем. Если мы хотим наложить тени здесь, то накладываем их здесь. Значит, ну, наверное, я покажу в качестве примера вот эту часть, потому что она посложнее. Значит, щелкнули. Выбрали самый верхний слой в этой части. Убедились, что у нас включён чёрный цвет. Так, значит, создавать только регион должно быть вечно. Поехали. Вот тут я сделаю, наверное, такое вот ветвеление. То есть, тени я буду тресить тут в несколько кусков. Кусок номер один. Не обращайте внимания, что они вылазят за границы. Это потом исправится автоматически. Тут я даже позволяю себе залезть, чтобы одна тень залезала на другую. Это тоже ничего страшного. Так, где у неё там коленка-то кончается. Ладно. Ладно, конечно, нарисовать область и сделать в ней дырку. Тоже не возбраняется. Ещё одна. Так. А, ну тут зря это уже к другой части относится. Ладно. Лишнее уберём, чтобы они не болтались тут. Так. Ну и тогда можно сделать так. Ну, значит, все тени мы здесь обвели. Так. Вот у нас два этих слоя. Мы их изолируем. Вместе. И к ним, вот как раз к изолированным, применим следующее. Значит, режим смешивания на. Они обрезались автоматически по ноге. И величину 0,6, 0,5 пойдёт. Вот. Они у нас стали полупрозрачные. Величину можно, кстати, экспортировать. Чтоб потом к другим кускам тоже применять. Ну, что у нас получилось. Вот. Эта часть теперь у нас с тенью. Понятно, что слой тени может быть и один. Вот я, например, сейчас сделаю тень вот здесь. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И по кругу обводим. Создаём. Создаём. Вот. В данном случае тень у нас состоит из всего одной области. Ничего изолировать мы не будем. Мы просто применим прозрачность. Такую же. И режим смешивания. Вот одна нога у нас теперь почти целиком с тенью. Вот и всё.